Вот что мне интересно в биографии нашего сегодняшнего героя, а я ее, конечно, читал, то, что это типичная биография IT-бизнесмена из Силиконовой долины, ну, с заменой, с заменой какого-нибудь колтеха на новосибирские университеты. В остальном все прямо один в один по лекалам, только это Сибирь, а не Калифорния. Ну, да, это Сибирь, не Калифорния, но самое главное, что это не просто Сибирь и не просто какое-то Новосибирское. Это Академгородок, куча умных людей, то есть такая, в общем-то, атмосфера ботаника, которая ничего, кроме компьютеров и математики, не знает. Самое главное, делать больше, в общем, нечего. То есть теперь мы знаем ответ на вопрос, что нужно, чтобы в России была Силиконовая долина, не надо давать миллиарды сколков, надо собрать умных людей в одном месте и сделать так, чтобы им было скучно. Не обязательно скучно, в Советском Союзе их сажали просто вместе. Всем привет, меня зовут Александр Лысковский, и я серийный технический предприниматель. Много лет я занимался компьютерными играми, и свой первый миллион заработал в компании Lovar, которую создал в 99-м году. С тех пор у меня было много IT-проектов, связанных с автоматизацией здоровья или каких-то промышленных вещей, но последние 3,5 года, вот с 17-го года, я занимаюсь проектом iFarm. Это автоматизация вертикальных ферм, на которых мы выращиваем ягоды, овощи, салаты, картошку, клубнику. И сейчас все это производится уже в достаточно больших объемах, продается на полках магазинов. И мы автоматизировали 7 ферм, и будет еще около 20 в этом году автоматизировано. Это отличный бизнес, который позволяет мне, во-первых, хорошо вкусно есть, и хорошо вкусно кормить много людей, и позволяет готовить. Я очень люблю готовить. Еще я много занимаюсь экстремальными видами спорта со своими сыновьями. Сноуборд, серфинг, путешествия в горах. Вот такая у меня интересная жизнь. Сейчас об этом расскажу поподробнее. Добрый день, коллеги. Приветствую всех на канале 1С Битрикс для бизнеса. В программе «Первый миллион шоу» о первоначальном накоплении капитала. С вами Денис Самсонов, Павел Кушелев и наш сегодняшний гость Александр Лысковский, IT-предприниматель и создатель вертикальной фермы. О том, что это такое, мы сегодня очень подробно поговорим. Александр, добрый день. Всем привет. Давай начнем с самого начала. В какой момент ты осознал себя именно как предприниматель, как человек, который никогда не будет работать за зарплату и наоборот эту зарплату будет платить? Мне кажется, я смотрел ваше интервью, и у вас все одинаково отвечают. А я никогда ни на кого не работал, сравнить не с чем. То есть вот в 17 лет у меня был какой-то первый бизнес, и все. То есть выбора не было, не было такой идеи пойти куда-то устроиться. Сразу была прям вот мысль, буду делать что-то свое. 17 лет – это первый курс? Да. И что такое? На заказ. Что на заказ? Игры компьютерные. Да, а кто придумал, каким образом? А до этого ничего не делал. Мы так сразу, ух, хорошо, очень хотел играть в игры, и для того, чтобы в них играть, приходилось их делать. Это есть такая проблема, когда мало компьютеров, они стояли только в залах лабораторных в университете. Своего не было, там 92-93 год. И они говорят, если хочешь заниматься программированием, занимайся, делай что-нибудь, создавай что-то. А что за компьютер стояли у вас там? А если мы запускали 386-е? О, обеспеченный Новосибирск, один городок. 386-е? У нас ничего такого не было. Да, уже были. Я просто на сайте Айфарма читал, что наш гость выглядит там горделиво, хотя спаял свой спектром. Окей. Этого сколько было? В 10-м классе, в 9-м, в 8-м? В 9-м, в 8-м, что-то такое, да. Слушай, мы в те годы все пояли себе спектром, что-то хотел. Он у меня все время ломался, и на нем было мало игр. Но для спектра мы ничего не начали. Нет, что-то я там делал, но деньги, естественно, никто за это не платил. Ну, я просто к чему? Где начало гиковского периода нашего гостя? Все мальчики того периода хотели играть в компьютерные игры, хотели что-то делать с компьютером. Тут вообще нет никакого исключения. У кого-то был доступ к компьютерам, у кого-то не был. Естественно, там все, на чем можно было нажимать кнопки, и выводились какие-то надписи на экранчике, меня вдохновляло. В какой момент эта история неформальная стала бизнесом? Есть ли какой-то милисторон? Я говорю, как-то случайно получилось, что какие-то люди захотели за это заплатить. Ну, то есть это просто было некое любительство. И, ну, я не знаю, есть сотни музыкальных групп, которые сами что-то в гараже играют. Но кто-то однажды заплатил им деньги, они решили, что они профессионалы, и превратились там в металлику, допустим. Вот у нас также появились люди, они были из... Красноярска. Это сильно позже. Они были из НАСА. Вот уже хорошо, да? НАСА тестировало новый девайс, который по изменению сопротивления кожи должен был управлять чем-то в космосе. Вот человек лежит в челноке, там, не знаю, поднимается, и у него там давление, он не может кнопки нажимать, не может на клавиатуре работать, нужно было как-то чем-то управлять. Они думали, что изменение сопротивления кожи можно обучить человека, ну, осознанно, мысленно, это менять. Изменять, я хочу изменить свое сопротивление. Я хочу изменить свое сопротивление кожи, датчики это отлавливают, и можно повернуть там, не знаю, корабль. Огонь. И делали это, конечно, в Новосибирске, конечно, в Русске. И дальше девайс был сделан, и раздали куче университетов задачу «Напишите тренажер», и все думали, что правильный тренажер – это игра. И вот спускается очередной преподаватель университета в эту лабораторию, Владимир Фаршатов. Володя, привет. И говорит, слушайте, есть такой заказ, есть грамм для университета, можно получить немножко денег, написав игру. Мы говорим, да, да, мы согласны. Сопротивление кожи не работает. Кто на деньги получены? Деньги были получены Владимиром. Нами было получено неограниченное количество времени за компьютером. Ты не первый раз говоришь «мы». Это «мы» оно кого включает? И вот эти «мы» они все еще с тобой, или они остались вот там, в прошлом? У нас была некая банда, у нас было трое создателей первых игр. И мы что-то втроем делали, потом там было 10 человек, еще что-то. Это костяк компании «Алавар». То есть они все вот эти «мы», они все по-прежнему с тобой, и вы по-прежнему «мы». Значит, один из создателей, он отвалился на этапе, когда мы уже создали какой-то офис, там, сели в этот офис, начали что-то делать, и выяснилось, что денег не хватает. Ну, NASA давно закончилось, другие заказы там так и не начались, денег все время не было, и он такой, слушайте, я просто пойду работать программистом, типа, до свидания. Мы звали его на корпоративы, еще потом лет 10, потому что было очень приятно рассказывать, как вот выросло вот это все, и ты от 3 отказался. Ну, это жестко, да, это и Apple с юмором относится. Слушай, у Apple же есть такая история, когда чувак сначала зарегистрировал Apple, а потом буквально через 2 дня продал свою долю, и прям трагедия, я считаю. И вообще трагедия, там все нормально у них сложилось, он просто программист наемный, хорошо работает. Вы его не взяли? А второй раз он не просился? Ну, кстати, может быть, вот это та самая развилка, когда надо было в себя поверить, в готовность есть доширак какое-то время в проплаченном офисе, и делать то, что считаешь правильнее. Я думаю, что вы потом вот это все про SM4 и фартран вырежете, но если мне хочется зарезюмировать, то точкой развилки был момент, когда, несмотря на отсутствие денег, воспоминание о прошлых деньгах за свое хобби все еще позволяло прорываться сквозь проблемы, есть там доширак и идти к новым деньгам. То есть это было бы хобби. Мне нравились компьютерные игры, компьютеры. Так как мне пару раз за них кто-то заплатил, то я думал, что и еще раз заплатил. И это была главная развивка. Хорошо, доширака не было, зато были 90-е, доширак, по-моему, еще не было. Был доширак. Уже был, да? Уже был доширак, но еще не рассосались, так скажем, бандиты на тот момент, являющие собой самый яркий пример, так скажем, русского бизнеса на местах. Что такое Новосибирск? Сибирский хороший, качественный бандит. И неужели прошли мимо вас, не заметили, вы спрятались от них? Я рос в совершенно тепличных условиях. Я родился и, ну, наверное, до сих пор живу в Новосибирском академгородке. Средним образованием там считается кандидатская степень. Так, то есть вы образованный человек или нет? Я образованный человек. Вот это все ученые вокруг там. И периодически я натыкаюсь на своего руководителя темы, которые я не довел до кандидатской. Он говорит, Саша, ты возвращайся, тема хорошая была, хватит уже этой фигней заниматься. То есть не образованный все-таки. То есть человек, который бросил. Я не сдал, да. Я бросил, не сдав кандидатский мин. Но, тем не менее, бандитов там почему-то было не очень много. Поэтому я, как бы, это... Он не был... Академгородок не был закрытым, как там Дубна или еще что-нибудь. Но все-таки там мало было какого-то бандитизма. Но одна история у нас была. Подвал. Компания Лавар. Первых 10 сотрудников. И заходят люди с битами. Вот. С битами? С битами? Это какие-то обезболисты, подумали, программисты. 99-й год. И они такие прям говорят, что, как у вас тут? Деньги где? Касса где? Вы же игры продаете. Мы говорим. Ну, они думали, что это точка по продаже дисков с играми. Мы говорим, мы через интернет. Вы знаете, вот мы тут в Шариваре, там, у нас нету здесь. Мы через интернет, у нас все на счету. Они такие, ну, как вообще? И что? Ну, как бы, они говорят, ничего не... А главное, реакция моих сотрудников была потрясающая. Они говорят, директор в соседнем кабинете. Прямо киношное. Мне подсюда все рассказывают, что мы сразу сказали, это к тебе. Ну, они заходят ко мне, значит. У меня такая закуточек была, они говорят, ну, что, как? Я говорю, нет у нас денег. В интернете. Вредный стартап, да, все в интернете. А что можете? Ну, можем... А что надо? Они говорят, ну, вот у меня дома компьютер, на нем игр нет, можете поставить. И мы прям ездили, устанавливали им игры какие-то. То есть, это были пиратские? Пиратские. Не оловаровские? Не оловаровские. Уже был Дум. Уже был Дум. Так. Вот, значит... Денег не платили. Как я встал на путь пират, называется. Да, да. Я понял. Тогда у нас есть стандартный вопрос ко всем, но обычно интересные ответы. Когда гость заработал первый день? Название вашей программы предполагает миллион. Нет. К этому мы подойдем. Миллион, Паша. Пускай будет миллион. Тихо. Просто деньги. Я надеюсь, что там смешная история пораньше. Нет? Мы стали делать игры, и на третий нам повезло. Это какая? Это был клон Пакмана. Называлась эта игра Пакмания. У нас не было авторских прав. Мне кажется, все сроки давности прошли. Дело в том, что это не было осознанным пиратством. Мы просто не понимали, как это работает. То есть, никто нам не говорил, что нужно лицензировать какие-то вещи. вставляли музыку откуда-то. Находили какие-то бренды, использовали какие-то логотипы. То есть, осознавание того, как это все устроено, пришло ко мне уже в нулевых годах. Но сколько на краденом Пакмане удалось нажить? Ну, я понимаю, что это не очень много. Я думаю, что мы заработали тысяч сто долларов. Тогда это были серьезные деньги. Это после 98-го года или до 98-го? В 98-м вот это все случилось. Мы начали снова делать что-то. Мы думали разойтись. Кто-то там уйти в одно, кто-то в другое. Потом сказали, нет, давайте сделаем еще одну попытку. Мы собрали, сняли вот этот офис подвальный и начали писать маленькие игрушечки, продавать их через интернет. Идея какая была? На Западе, ну, в США в первую очередь, покупают игры через интернет, платят долларами, а у нас доллары теперь стоят ого-го сколько? И нормально вообще? Я уже не помню сколько. Ну, допустим, 6 рублей долларов. 27. Это не потом вылетел? Ну, как раз 6 было до кризиса, 27. Короче, 100 долларов в месяц была огромная зарплата для Новосибирского академоградка. И когда мы там в месяц получали тысячу, мы раздавали там сотрудникам первым, оставалось что-то нам, мы снимали офис, это была настоящая жизнь. И вот третья игра стала продаваться хорошо. А что же, ну, хорошо, тогда первый миллион. Первый миллион виртуальный возник у меня, когда пришли покупать Алавар. Это очень прикольное было ощущение, когда пришли и сказали, ваша компания стоит столько, мы готовы завтра заплатить. Я, наверное, готов назвать сумму, не готов назвать компанию, потому что это все-таки МДА. Хоть что-то. 25 миллионов долларов. Мы такие, круто, но хочется больше. И, в общем, не договорились, но вот было прям ощущение, что вот завтра они могут подписывать бумаги, перевести деньги, мы их поделим, да, и они говорят, ну, вы перейдете в штат вот этой большой компании игровой, и вы будете продолжать разрабатывать то, что вы делаете, у вас будет большая зарплата, все будет круто. Я хотел чуть-чуть позже поджатничать. Правильно, молодцы. А в тот момент, в тот момент какая была зарплата у тебя лично, когда предложили 25 миллионов за бизнес целиком? Это был десятый год, наверное, я не помню, 300 тысяч рублей. Ну, в смысле, она была большая. Я был директором большой компании, у нас работало больше 300 человек. Она была прибыльная, она была успешная, у нее был хороший оборот. Оборот как раз к этому моменту был где-то 22-23. Ну, то есть, слушай, а покупали за оборот, да? Покупали за оборот. И вот этот момент, нас очень раздражал. Типа, всех же вокруг покупают за два оборота, за три оборота, а Facebook вот стоит 10 оборотов. И мы думали, что мы сейчас что-то сделаем. крутишь. А дай еще немножко забежим вперед. Вот ты сейчас сам инвестор, когда ты оцениваешь бизнесы, ты предлагаешь оборот, два оборота, три оборота. Сейчас я понимаю, как эта схема работает, и я понимаю, что мы тогда даже 25 не стоили. Все смотрят на возможность масштабирования бизнеса. То есть, важно не, сколько он сейчас зарабатывает, а сколько он сможет зарабатывать через 5-10 лет. Сможет ли этот предприниматель, ну, это команда, построить некую платформу, которая будет со всех собирать деньги. И если перспектива такая есть, то это стоит много, потому что потом будем со всех собирать деньги. То есть, оборот, как способ оценки бизнеса, он вообще не релевантен? На ранних этапах точно нет. Ну, то есть, если там небольшая компания, то надо смотреть не в сегодняшний день, а в завтрашний день. И вот это точно не умеют делать предприниматели, и не все инвесторы умеют. Они как бы пытаются там какие-то оценки сделать, но в основном пользуются секторами рынка. Типа в SaaS сейчас столько множителей, в безопасности столько, в играх столько. И вот игры, на самом деле, мало стоят. То есть, игры надо оценивать не от оборота, а от прибыли. Ну, то есть, там, пять прибыли, и там что-то такое. А прибыли от перспектив. А как, собственно, к 25 миллионам дошли? Ну, вот был Пахман, а потом уже 25 миллионов. А мы... Как там? Что там? Мы делали сколько-то своих игр, совершили все пиратские действия, какие-то только можно. Он еще был Тетрис. Тетрис! Аркануэд! Пахман! Господи! Все, что можно, поворовали. Так. Вот, потом осознали, что так нельзя. И стали делать, какие-то другие игры, которые не основаны на классических аркадах. Научились их не только делать, но и продавать. И к нам стали приходить другие российские разработчики, которые говорят, а вот вы умеете продавать игры через интернет, а можно вот вы мою тоже будете продавать? Ну, потому что там нужно было знать английский, уметь работать с прессой, уметь работать с сетями, с поисковиками, с каталогами, уметь принимать деньги через интернет. Для 99-го года это нетривиальная задача. Это чек, напечатанный на бумаге от американского банка, который вы приносите в российский банк, Новосибирск, да? И говорите, а можно мне обналичить? Они говорят, а что это? Вот, они уже знали, что такое Western Union, по-моему, были дорожные чеки. Но вот это для них все было сложно. Но мы как бы как-то прорвались сквозь эту операцию, мы научились это делать, брали чужие игры на дистрибуцию. И стали советовать другим разработчикам игр, типа, делайте вот это, делайте вот это, да у вас игра плохая, поэтому не покупают. И превратились в полноценного издателя. То есть мы стали давать авансы разработчикам, помогать им придумывать игру, управлять, продюсировать это все, и потом продавали. То есть вы не программисты, вы не игроделы. Я перестал программировать году в 2003. Очень жалею об этом, прям до сих пор. Сколько времени прошло с момента, ну скажем, не сидения, но до Шаракина, когда вот, ну понятно стало, что мы что-то зарабатываем, да, там, тысяча долларов в месяц. да, вот это интересно, вот этот, что изменилось в жизни, в этот градиент, вы жили бедно, потом стали жить богато, у вас не было денег, они появились, у вас там был один уровень потребления, стал другой, что-то поменялось. поколение, ну как, ну пошлишь, бедно, но не было там истории, что мы страдали из-за бедности, никто не понимал, что это бедно, ну было там меньше одежды, меньше еды, никто не понимал, что такое заграница. Я вот помню, что такое богатство. У нас первый заработавший человек, женщина, начала покупать воду в магазине, воду, и все говорили, совсем она сбрендила, ну в смысле, вон кран есть, безумная просто баба какая-то, она покупала воду, вот это был признак богатства, причем неразумной траты этих денег. И тем не менее, вот что-то в жизни, какие-то ощущения сдвига, связанные с тем, что бизнес резко пошел? Я, наверное, ну в смысле, у меня был автомобиль Ford Focus, ну то есть у меня не было Мерседесов, Херрари, еще что-нибудь. Никогда. Infinity был, это позже уже. Ну то есть я про то, что в этот момент у меня не было какого-то желания срочно начать тратить на что-то, что выглядит круто. Новая квартира, новый район, переезд какой-то. Ну так вот, это как разминило. Мне было интересно развивать бизнес, поэтому в основном все заработанные на деньги мы тратили там на новые игры, на сотрудников, на новый офис. У нас был отличный офис, там большое здание. То есть это, это как бы было важнее, а какие-то внешние факторы, ну они естественным образом происходили. То есть дело в том, что не было ощущения бедности, из которой надо вырваться. В регионах вообще такого нет. Это, мне кажется, московская история, конца 90-х, надо вырваться из бедности. Поэтому и не было каких-то безумных трат. Не, ну как-то можно было пропить что-то. Или там, я не знаю, у нас был гость, который сказал, что первый миллион мы съездили в хороший отпуск и пропили. С женой вдвоем. С женой. Что важно. Я считаю, что... Ну то есть как-то нужно было отметить, все равно это же зарубка, такое на фюзеляже. Дело в том, что это стабильный бизнес, приносящий ежемесячный доход. У нас не было какого-то момента у акционеров, что мы бац, и поделили между собой миллион долларов. Была зарплата, в какой-то момент пришли инвесторы, мы хотели там развиваться, поэтому привлекли первые инвестиции. Это 2007-2006 даже. И они нам сказали, теперь у вас не будет дивидендов. То есть вы должны всю прибыль тратить на развитие компании, а потом ее продать, и тогда уже все заработают. И инвесторы, и вы. И в Алаваре не было дивидендов очень долго. Да, не знаю. Ну вот, может быть, 13-14 год они появились. А есть какое-то рациональное объяснение тому, что из России так мощно поперли игровые компании? Мы не видим там офисных продуктов таких сильных, мы не видим, я не знаю, каких-то развлекательных. Ну как, есть... Есть Алавар, есть Бухманы в Вологде, есть ребята из Волгограда, есть ребята из Якутска, и все крайне успешные... В общем, есть ребята из Мейла, в первую очередь. Ну, есть ребята из Мейла, в том числе, просто на фоне Мейла есть условно независимые. Независимые. Ну, в Бога, если взять количество программистов на население страны, то успешных в мире игр в России меньше, чем в Финляндии. В Финляндии очень маленькая страна, и не очень много программистов, но очень бурно развивается геймдив. Таких историй еще несколько. То есть, в России много программистов, они знают, как программировать, много художников. Конечно, они делают игры. На уровне китайских супергигантов это не так заметно. Не, ну, на уровне финского суперуспеха одного, одного в общем. Почему одного? Там есть Суперсел, там есть Ровио, там еще несколько компаний. Ну, все мы знаем Ровио, Суперсел уже знают хаткорщики. То есть, вот то, что мне, как аутсайдеру этой индустрии, кажется русским успехом, на самом деле на мировом уровне является просто нормальный уровень из России. Ну да, вот в России есть 3, 4, 5, 6. Я думаю, что Россия там даже не считается, не считывается. Считывается, наверное, вот. Ну, история с Бухманами, она действительно прекрасная. Отличные ребята, очень восторгаюсь тем, как у них все получилось. Из Вологды, это еще хуже, чем Новосибирск. И Академгородок. Ну, то есть, они построили действительно огромную, крутую компанию. Таких случаев немного. Вот, есть запталап там с Кадзероп, есть в мыле отличная история. Ну, в мыле они, в общем, все покупные. Да, и я как раз стал, хотел бы задать вопрос-то. Люди, которые... Почему Мельнер вас не купил? Но не может быть, чтобы не пытался. Нет, я же говорю, у нас... В какой-то момент к нам стали приходить, предлагать... То есть, приходил все-таки мейл. И у меня был... 25 миллионов оттуда. Нет. Это очень маленькая тусовка. Не будем расставать. Все друг друга знают. Мы до сих пор там все так или иначе дружим. И вот какие-то вещи сейчас рассказывать публично не все готовы. Хорошо. То есть, это там сложный был период поглощения компаний. К нам несколько раз приходили, но у нас было неправильное ощущение головокружения от успеха. То есть, это связано, не знаю, с моим личным характером, что мне несколько вещей давалось легко. Вот там конец 90-го, начало 90-го. Я думал, что дальше оно все будет прямо так же переть. В какой-то момент компания Лавар росла в три раза в год. И это, ну, конечно, головокружение от успеха. А ты считаешь это ошибкой? То, что ты не принял тогда предложение о слиянии? Я очень много совершил ошибок. Не, ну, это ошибка или это было нормальное решение? А сейчас, ретроспективно? Ну, конечно, надо было продавать. Серьезно? Надо было либо перевозить все в Москву и как бы менять топ-менеджмент, менять стратегию выхода на рынок, менять платформу, менять модель монеты. То есть, нужно было в очередной раз переделывать всю компанию. Я говорю, у нас и старое, и хорошее, все будет нормально. Но Вологодские ничего такого не сделали? Они как раз переделали. А, переделали. Они начинали с небольших скачиваемых игр, сделали огромную фритплей-компанию. Плейрикс. Слушай, а вообще вот ощущение, что и так хорошо получилось. Опять же, с точки зрения человека внешнего, кажется, что отличный бизнес, хорошо развивается. Отличный бизнес. Ну, можно было лучше, но это не развивается лет 10, наверное. Не стал Плейриксом, да, давайте, если уж сравнивать. Не стал. Не стал Электроник Артсом, не стал Близзардом. О-о-о. А чего? Абиции были такие. Мы хотели сделать очень круто. Ну, и в какой-то момент у нас был к этому, как бы, все потенциалы были. А вот этот момент на меня произвел очень сильное впечатление, потому что мне-то казалось, что его игровая компания – это такая история успеха, которой надо гордиться, а нет. Она выясняется, что герой считает, что можно было сделать по-другому и вообще иначе, и вообще гораздо лучше. И я прям тут немножко в шоке. Ну, на самом деле, Аллавард сильно просел, да, в середине десятых годов. И я думаю, что он винит себя, да. Это успешная компания, но это могла бы быть мегауспешная, как Вологодская, вот, Playrix или как Mail.ru. Кстати, я уверен, что скрывают. Я уверен, что Mail.ru пытались его купить. Ну, мне что-то казалось, что это Акела в рамках того, что я знаю про игровой рынок, причем знаю я немножко. Но вот эта мысль, она мне тоже кажется важной, что если ты хочешь построить очень большой бизнес, в какой-то момент надо продаваться. и варианта нет. Или переть до конца, как дур. Или АйПО. Слушай, а вот мы подошли к теме, которая мне очень лично интересна. Скажите, пожалуйста, а бывает ли у миллионеров кризис среднего возраста? Я такой условный миллионер, но кризис среднего возраста у меня, конечно, был. Он заключался именно в головокружении успехов. Я думал, что все, что я делаю, я делаю правильно, потому что мне везло раньше. Ошибка вызывшего, это называется. И в этот момент я плохо анализировал свои действия и такой немножко по нытью шел, не слушал умных людей и совершал стратегические ошибки. А умных людей было много вокруг? У меня в совете директоров сидели потрясающие люди. У меня Сергей Белоусов сидел, например. Это Акронис, Параллельс и так далее. Ну, очень умный и настолько энергичный, что ты иногда считаешь, что тебе нужно очень далеко отбежать. Он очень энергично давал мне правильные советы. Я говорил, какая-то фигня, ты не разбираешься в моем бизнесе. Сейчас я, ну как бы, иногда я перечитываю советы. Он был прав. Он был прав. У меня вокруг много было людей, которые давали правильные советы, но ошибка выжившего и долгая пауза между кризисами. Дело в том, что нас не затронул кризис 2008 года. Наоборот, курс доллара в очередной раз вырос, и мы стали зарабатывать еще больше, потому что Алавар зарабатывал основные деньги за границей. И я такой, у всех тут вокруг проблемы, а я пойду куплю себе новую Infinity. В августе 2008 года я покупаю себе самую нафашированную Infinity. Вот, пожалуйста. Сколько стоил этот Infinity? Да я сейчас уже не помню. Вообще, сколько может стоить Infinity? 3 миллиона рублей. Не, ну она там нафашированная. Хорошая машина была. Да нет, хорошая машина на Infinity. Но это такая, это не Lamborghini на самом деле. У нее ценовой потолок все-таки есть. Ну, это премиум автомобиль. Ну, да. То есть, это не сам, это вот... Слово плохого про Infinity не скажу, но это не Lamborghini, это не какой-то Mercedes супер в коже. Для Новосибирска это было круто. В Новосибирске было две Infinity весь конец 2008-го. А чей второй? Ну, я не знаю, просто они сказали, мы продали таких дорогих машин две. Хорошо. Очень хорошие люди были в Совете Директоров. А были плохие люди по пути становления бизнеса? Были кто-то, кто резко разочаровал? Может быть, воры или, не знаю, там, недобросовестные партнеры с кем-то расстался и с тех пор не разговариваешь и вообще разговаривать не будешь никогда? Очень много разных было историй. Сейчас, ну, я 20 лет занимаюсь бизнесом. Чего только не было. 23, наверное. Ну, то есть, я, наверное, не готов сейчас вспоминать, пофамильной говорить, вот этот нехороший человек. Нет, пофамилии не надо. Самое большое разочарование. Я отношусь к этому, как бы, это, скорее всего, всегда были мои ошибки, когда я давал либо слишком много власти, либо слишком много веры и думал, да он хороший человек, он все сделает хорошо. Сейчас я чуть более паранойик, все перепроверяю. Когда люди меня обманули, если я директор компании, виноваться всегда я. Ну, то есть, они плохо себя повели, но я же отвечаю за результат. Перед акционерами, сотрудниками. Ты прощаешь один раз или расстаешься сразу? Один раз себя. Один раз? Каждый человек заслуживает второй шанс, никто не заслуживает. Второй или третий? Третьего нет, я считаю. Третьего нет. Сколько тебе было лет, когда ты вышел из оперативного управления компанией? Это было 15-й, 14-й год, наверное, да? Я 77-го, значит, это, я не умею так быстро считать, 37-й. Есть такая мечта у многих, да, выйти на пенсию до 40-ка, это примерно оно? Нет, не было пенсии, я просто понял, что меня не торкают игры, я стал ошибаться, а Келла стала промахиваться. То есть, было совершено много ошибок к этому моменту, и груз начал давить и на финансовое состояние компании, и на меня лично, и на совет директоров услуг. И я понял, что во многом это связано с тем, что я перестал в игры играть. Когда ими занимаешься 20 лет, перестаешь получать удовольствие от процесса, начинаешь подходить к этому профессионально, анализировать что-то, смотреть, как продажи идут. И это, знаете, там анекдот про то, что учительница музыки всегда просит выключить радио, ее раздражает, что все фальшивы. Ну, станки, станки на пляже. Да, вот и я перестал получать удовольствие от игр. Я, собственно, до сих пор не играю. И вообще ни во что? Ну, так иногда. Неужели киберпанк обошел? Ну, ладно. Включил. Не запускал. Слушай, и ты вышел в никуда без какого-то плана? У меня был план, что я стану венчурным инвестором. Это такая очень смешная история, потому что я думал, что все эти венчурные инвесторы делают неправильно. Надо по-другому. Вот в этих вкладывать, в этих не вкладывать, так не развивать. У меня была какая-то картина, что сейчас я правильно порулю несколькими десятками миллионов, создам несколько крутых компаний с силами венчурного опыта. Я походил по разным фондам и говорю, что, как, возьмете меня там партнером? Они говорят, ну, деньги-то принеси, а опыт-то какой-нибудь принеси. Я говорю, а вот у меня компания за спиной. Они говорят, ну, ты стартапер конца девяностых. Твой опыт никак не переносится на стартапы начало первого Не релевант не пришел. Плюс ты же не внес своих денег, Эгзи, ты же не был. Ты должен там положить много своих денег. Ну, или начинай с аналитика. Прямо с самого низа иди, расти в фонде. И что же ты решил в том моменте? Это молочный обид. И я говорил, ну, я тогда буду сам инвестировать. Ну, то есть не нужен мне тогда ваш фонд. И вот сколько у меня было денег, какие-то у меня были деньги, я к этому моменту уже года два-три инвестировал в стартап. Я такой был серийный бизнес-ангел. У меня проекта в семь профинансировал. Сколько ты слил денег на геоудачные деньги? Я на это немного, там, 600, условно, тысяч долларов. Они ко мне вернулись. Это вот в результате выхода Эгзитов последнего года я обнаружил, что я, в принципе, заработал там свои 10-15 процентов годовых на всех суммарных венчурных инвестициях, которые я делал. Потрясающе. То есть выиграл два стартапа, где-то примерно из десяти. Три. Три даже. А что это нормальная статистика? Это были игры? Или что это? Нет, это принципиально были не игры. Конфликт интересов, договор в контракте. А, есть но он конфликт. Ну, это было IT. Да, но это были не игры. И, как бы, я с огромным удовольствием помогал молодым предпринимателям. Давал им тоже какие-то советы. Думал, что я как Белоусов или Галицкий. Естественно, советы я давал часто неправильные. Но в ходе вот таких историй я наткнулся на одну из тем, которая завлекла меня настолько, что я пошел создавать свой проект. Вот так Велтери появился, про который мы говорили. Вот я хотел бы к нему дойти. Собственно, это довольно неожиданная история. Хотя меня, собственно, конечно, увлекает история ботаников-миллионщиков. Ну, потому что, во-первых, их довольно мало. Но на самом верху только они сейчас, да? Ну, там просто только они. А во-вторых, они, конечно, все где-то в середине пути, так по-детски, вот такие. Они же игровые. Они начинают думать, а как можно жить вечно? Чего тут крутить-то? Куда денег дать я хочу? Сразу уже сменную печень или еще что-то. Сразу прямо начинают. И тут, когда я увидел Велтери и узнав, что это русский, я понял, что у нас такие тоже есть. Но через некоторое время я вдруг понял, что это мне продали игру. Что это не сфера профилактики заболеваний и заботы о своем здоровье. А мне, наконец, продали ферму, в которой мне интересно играть. Причем, по большей части фермы, это я. Я там должен как-то спать и повышать. Как это? Свинья 21 уровня. Да? Вот растите ее в себе. Мы первое время называли это «Тамагочи для здоровья». Так. Во-первых, как нашли? И вообще, в чем была мысль? И почему бросили интенсивно заниматься? Была компания. Она сейчас есть. Называется «Веда Пульс». Они занимаются… Веда? Веда Пульс. Они занимаются аюрведой на научной основе. Я вот знал, что там что-то есть такое. Шуманизм какой-то. Это история про замер вариабельности сердечного ритма. Ну, ЭКГ, по сути. И вывод из него всяких медицинских данных. Это доказательная наука. Все нормально. Это работает. Это правда работает. Замеры работают. Да. И что делают там индусы до сих пор и делают последние пять тысяч лет? Они пытались поймать пульсовую волну и из нее вытянуть данные о том, как работает организм. Поэтому они вот так вот пальцами, очень натренированными, замеряли там три разных пульсовых волны. Пальцами пульсовую волну. Ну, в смысле, пульсовая диагностика вот так вот делается. Они тремя пальцами держат. Потому что мне казалось, что это просто толчок крови и электрический сигнал. Вот так вот она сейчас. Мы сейчас можем углубиться в медицину, и это вы точно вырежете. Но организм работает достаточно сложно. И как бы его задача, мы внутри пещерные люди, задача выживать в неблагоприятной среде. Если вот здесь сейчас залает собака, то Павел вскочит и отбежит. Я люблю собак. Для того, чтобы режим твоего тела перестроился на вот это бей или беги, должны сработать определенные физиологические механизмы. Для того, чтобы они срабатывали, существует вегетативная нервная система, существует нерв. Он называется блуждающий. Он начинается вот здесь и идет через несколько органов тела. Он блуждающий, потому что он неровный. Вот здесь ровный нерв, а он такой блуждает. И вот в момент, когда уши услышали льва или там глаза увидели льва, этот нерв подает сигнал органам. Сердце начинает быстрее биться. Легкие начинают, там раскрывается вело, начинает больше засасывать кислорода. Отключается переваривание пищи. Снижается там уровень потенции. Останавливается слюноотделение. Интересный эффект. Ну и естественно надпочечники выделяют кучу всяких гормонов адреналина. И вы бежите куда-то. Потом, опа, оказывается это баллонка и вообще она в телевизоре и не страшно. И можно помешать, успокоить. И этот же нерв подает другой сигнал. Вот так как сердце является, работа сердца следствием того, как этот нерв подает сигнал, то из сердцебиения можно достать первичный сигнал. Как бы, что нерв говорит вашему сердцу, можно достать из сердцебиения. Это ни в коем случае не пульс. Это гораздо более сложная математика, которая основана на анализе расстояния между ударами сердца. То есть не количество в секунду. Но вариабельность. И вот математический анализ этой вариабельности, это математическая школа в медицине. Сделал ее прекрасный человек Роман Маркович Баевский. Это прям врач первых космонавтов. Советский медик. И есть методология, оценивающая организм в стрессе или не в стрессе, напряжен, не напряжен, боится, не боится. И вот это все можно вытянуть. Айурведисты делали примерно то же самое. То есть они пытались анализировать сердцебиение, настраивались как-то на оценку вот этих пауз. И исходя из этого говорили, вы напряжены таким-то образом, у вас, скорее всего, печень там так-то работает. И я нашел стартап, который попытался сделать и сделал научное обоснование вот этой пульсовой диагностики. Они снимали ЭКГ и показывали традиционные иурведические вот эти все, там ДОШ это, по-моему, называется. И это хороший айтишный стартап, айти-медицинский. Он продается во многих странах мира. Это прям девайс. Вы замеряете, вам все показывают. Проходят проверку вот этими пульсовыми диагностами с точностью 97%. То есть у них совпадают ответы. Я проинвестировал туда деньги. Успешно. Сразу говорю, что это хороший, отличный проект. Успешно, но не вышло еще. Уже вышел и от всего вышел. И как бы это было в плюс. Он хорошо развивался. Я говорю, ребята, а давайте сделаем не восточную медицину на этой основе, а западную. Они говорят, это не наш путь. Типа, делай отдельный стартап. И мы как бы договорились, что я беду делать еще одну штуку, которая на профессиональной западной медицине основана, а не на восточной. Так появился Велтери. Я думал, что я выступлю обычным инвестором. Нашел прекрасных кофаундеров, которые, собственно, и делали весь продукт. Дал немножко денег, помог немножко собрать денег. Так появился Велтери. Так, но про космос это хорошо. Но главное, что даже если это доказательная медицина, заработать на этом трудно, потому что, насколько я вижу в других устройствах, а сейчас, ну, в общем, полно. За это время вариабельность стали мерить все и стали в этом разбираться. Более-менее. Но, например, не дают им мерить то одно, то другое, то третье. Из пульсовой волны можно попытаться еще что-то вытащить. То есть, нормальная, так скажем, академическая медицина считает вас либо жуликами, либо... Совсем нет. Вариально сказано всеми. Это нормальная, хорошая, фундаментальная, доказательная медицина. Да? То есть, никто не спорит с тем, что можно определять состояние напряженности организма по вариабельности сердечной. Не, я вообще про гаджеты, отношения между академической медициной, вот, людьми со стетоскопом. И вот этим часы он таскает. Где-то пошел он. Нет? Они так говорят, потому что часы долгое время мерили какую-то фигню, которая ни о чем не говорит. Ну, пульс, например. Но, по мере усложнения девайсов, они начали мерить нормально. То есть, есть носимые уже измерители давления, есть анализаторы... Носимые измерители давления? Есть в Японской, да. Есть измерители пульсоксиметры. Ну, пульсоксиметры у всех, да. Вариабельность сердечного ритма начали мерить. Вот на мне часы, которые 24 на 7 меряют вариабельность. Не пульс, а вариабельность. Ну, и IT тоже меряют. Ну, они так. Хорошо. Скажи, пожалуйста, а может быть все-таки дело в том, что врачи инстинктивно чувствуют, что в этом конец приходит, когда в режиме реального времени будут собираться данные, эти данные будут искусственным интеллектом обрабатываться гораздо точнее, чем это может сделать врач в силу своей компетенции. И, в общем, половина, может быть, там большая часть медицинского сообщества пойдет вслед за шоферами и бухгалтерами. Они понимают это, но вряд ли они боятся этого. Просто не хотят связываться? Они говорят, это недостаточно доказательно. Ты знаешь, я читал заметку на Форбсе американском. Они провели исследование. Говорят, что врачи просто не догоняют. Они говорят, что они пока еще просто не понимают, что это их касается. Они говорят, что да, есть искусственный интеллект, но это шоферы будут безработными, а мы же врачи. Они не понимают, что еще может быть... Кстати, сколько лет должно пройти, прежде чем вот эта революция прям накроет медицину? То есть не первые такие зорницы на горизонте, а прям реально мы видим, что врачи с троем отправляются в отпуск. Врачи как источник переговора не отправятся никогда. То есть вы уже сейчас в ресторане можете приносить блюда роботами, но ходят официанты, вы поговорить хотите с ним. Поэтому врач как переговорщик, он останется долго. Количество врачей, которые потребны для этого. А врач как диагност уже помаленечку исчезает. То есть очень многие девайсы сами делают выводы лучше любых врачей. Есть сложные системы типа IBM Watson, которые делают совсем сложные выводы. Есть масса стартапов, которые анализируют флюорографию, рентгену. И в этот момент врач является коммуникатором, расшифровывающим, скажем так. Ну или решающим устройством, которое выбирает. Или верификатором. Ну то есть вот этот штампик, где написано фамилия врача, он юридический. Конечно. Я так понимаю, что вы серьезно решили заняться здоровьем. Ну а лично? Что там? Что меряете? Что записываете? Ну сколько спал сегодня? Я долго искал один девайс, который решает все проблемы. Я его нашел. Это реклама. Не рекламируйте. Не реклама. Название прямо? Да можно, ничего страшного. Включи выражим. Компания Garmin, купив несколько стартапов, дошла до точки, где они действительно хорошо анализируют много параметров. Это и спорт, и вариабельность, и сон, и восстановление организма. И сейчас пользуюсь только Garmin'ом и Welt'ом. И что меряешь? Я отключил в итоге почти все. У меня много девайсов. Ну ты что меряешь? На какие параметры своего организма ты смотришь? Сон, стресс. Ну вот как бы body battery, там есть такое понятие. В Welt' называется батарейка, в Garmin'е body battery. Это насколько организм готов к сложным нагрузкам. То есть я всегда могу открыть телефон или на часах отлистать и увидеть, что я заряжен на 50%, на 100%, на 10%. На сколько сейчас заряжен? Могу отлистать. Ну 50, наверное. Не, ну я думаю, что больше там. То есть я проснулся. То есть я проснулся в 95, посмотрел, почему не 100, нашел, что у меня был сбой в сне, сказал ага, и ну вот прошло полдня. Ага. То есть я анализирую, что влияет на эту батарейку, на мой стресс и на скорость восстановления. Потому что твои батарейки хватает на рабочий день. Если я перед этим не выпивал, не бегал марафон, только что хватает. Хватает. Ага. То есть я научился восстановить батарейку до 100%. То есть реально сон и вот это вот... Сон и физическая нагрузка. Ну то есть каждый организм индивидуальный. И любые мои советы не подойдут кому-то. Именно для этого и создан Велтери, который настраивается на конкретного человека и под него делает отдельную нейронку, по сути. Но вот как бы я свой организм пять лет изучаю и там сделал про себя какие-то выводы. И для меня самое главное было даже не дожить до 100 лет, а иметь максимальную продуктивность как предприниматель. Мозг. То есть я хотел достичь эффективности, думая. Вот так. Ну то есть я так понимаю... Я подбирал то, что поможет мне держать батарейку 100% и максимально эффективный мозг. Мы вот сейчас говорим про вещи, которые тебе очевидно интересны. Мы затронули тему, а я смотрю, ты так активно в нее втянулся. Я все время, когда мне попадаются люди, у которых есть много денег, я спрашиваю, куда вы их тратите? А то я вот страчу на стартапах, а вы куда? Это же игра. Пасьянс или что-то. А куда они их такие тратить? Мне тоже всегда интересно. Ну чем выше IQ, тем меньше у них ответов на эти вопросы. Все инвестируют в стартап. Стратегия. Стратегия. Расскажи, пожалуйста, про личные финансы. Ты сказал миллион на счету. Как ты структурируешь свои личные финансы сейчас, когда ты, судя по твоим словам, скорее в стадии инвестирования, чем в стадии зарабатывания? Есть ли какой-то фонд неприкосновенный? Есть ли какой-то фонд рисковых инвестиций? Есть ли какая-то часть, аллоцированная на семью и детей, которые ты не трогаешь? Или вот есть какая-то структура? Есть на семью. У меня двое сыновей, но я не планирую кормить их всю жизнь. Старшему 19. Я представил себе, что до окончания университета я обязан, а дальше нет. Поэтому есть какие-то деньги до вот этого срока, младшему 16. И я действительно, наверное, их аллоцировал. Про все остальные я не придумал, куда их деть, кроме инвестирования в стартапы. Есть какой-то или его нет неприкосновенный запас, который лежит в золотых слитках, биткоинах? Я всегда могу заработать. Биток, неужели ни одного нет? Меня кинули, вы спрашивали, кто кого кидал. Вот так. Когда биток пошел вниз, у меня было 5 машин. Майнер. Я сдал их в майнинг-отель, потому что дома держать это уже бесполезно. Они греются, шумят. А сколько намайнил там в момент? Ну, сколько там, 5 машин. Сколько угодно, смотри, сколько. Ну, то есть отбил машины там и как-то вот. Потом я все это сдал в майнинг-отель и они помайнили, а потом сказали, типа, невыгодно, остановили. Сейчас-то снова выгодно, и я пытаюсь в пятый месяц этих людей найти. Они исчезли. Слушайте, а в Новосибирске... Это вот не хорошие люди на пути бизнесмена. Новосибирске дешевое электричество или нет? Они находили там варианты. Потому что в Иркутске мне рассказывали, что там был просто майнинговый рай. В любой гаражный кооператив бандиты и милиционеры с тепловизорами заходили, чтобы искать. Для того, чем я занимаюсь, важно дешевое электричество, вертикальная ферма. Поэтому я знаю все места в мире, где дешевое электричество. В двух словах, давай считать, что я супер-инвестор, и мы с тобой едем в лифте. И у тебя есть минуты, ты можешь убедить меня вложить деньги в вертикальную ферму. Расскажи, в сжатой форме, почему я должен это сделать? Человечество выращивает еду там, где позволяет природа. То есть, либо тепло, либо, наоборот, прохладно. В пустыне же нельзя. Есть сезонность. И потом эту еду, если она свежая, термически не обработанная, везет на другой конец мира. То есть, в Москве мы едим руколу, которая выросла в Израиле. Или томаты, которые выросли в Марокко. За счет того, что ее нужно везти, ее выращивают невкусную, чтобы она доехала. Ее обрабатывают пестицидами. Она там, ну, химическим, газомодифицированной средой, в которых она едет. То есть, это плохая еда, которая вредна и для человека, и для планеты. Мы создаем огромный углеродный след. Мы там много перерабатываем. Эти пестициды отравляют вообще планету, умирают пчелы. Есть технология, которая позволяет выращивать локально любую еду. Там овощи, ягоды, зелень, фрукты даже. Но для того, чтобы эта технология работала, нужно ее локализовать в виде работы без агрономов. Столько агрономов нету в мире, чтобы обслуживать локальные маленькие фермы. Поэтому перед человечеством стоит задача автоматизировать локальное выращивание еды. И мы решаем именно эту задачу. Айфарм – это IT-компания, мы делаем электронного агронома. Слушай, я вот суперинвестор. Я читал, что мясо выращивают в пробирке. Я читал последние новости, что древесину выращивают в пробирке. Может быть, правильный путь – это не пытаться копировать природу, а пойти вперед и сделать некие заводы, где в пробирках будет выращиваться клубник прямо слоями или печатать ее. Клубнику проще вырастить натуральным образом, просто в искусственно созданных условиях. То есть, это не естественная грядочка у бабушки на даче, а это полка, по которой там течет… То есть, пробирки пока дорого. Я правильно понимаю? Пока дорого и, скорее всего, еще лет 15 будет дорого. Я понимаю, когда речь идет о помидорах, я родом из Волгограда, и всю свою школьную сентябрь-октябрь я проводил на плантациях помидорных. Я знаю, что это такое. Это страшное оружие, потому что это сливки в основном очень твердые, и мне очень удобно убивать врага. Ну, довольно далеко можно попасть в него. Еще что-то. Совершенно невкусные. И, в общем, это то, что в Советском Союзе использовалось для этого конвейера. Долгое хранение и транспортировка. Да, это ужасно, в общем. Почему у вас-то это должно быть? У себя на огороде, как вы выращивали томаты? Совсем другие были? Это очень-очень сложно. Это очень сложно. Ну, они же были вкуснее. Нет, конечно, бычье сердце какое-нибудь, но это очень нежные, очень дорогие. Он лежит у бабушки под сервантом на газетке. Вот это вот все. И он в этом состоянии вкусный и мягкий. Везти его куда-то сложно. Боль того, его вырастить еще непросто. Себестоимость помидора в вертикальной ферме, она ниже или выше, чем себестоимость помидора, собранного вот там на полях, где Паша стрелял сливами? Не сливами, а сливками. Она очень зависит от стоимости персонала и стоимости электричества. То есть, я не могу ответить про вообще. То есть, есть места, где ниже, есть места, где выше, а в среднем непонятно. В Италии вряд ли у нас когда-нибудь будут вертикальные. В двух словах, бизнес-план, когда это начнет приносить деньги, когда это станет большим бизнесом? Мне или клиентам? Ну, хороший вопрос. Мы продаем оборудование и технологии. Ну, то есть, это доступ к этому электронному агроному в виде САС-платежей. То есть, люди покупают жилья. То есть, мы не обеспечение, а это подписка на… Это подписка и расходники. Это как Nestle. И расходники. То есть, вы покупаете кофемашину и капсулу. То есть… Как тетропак, скорее, если мы говорим про B2B. Слушай, но есть какой-то милистоун, который стоит у тебя в голове впереди? Что же за милистоун-то такой? Что мы когда-то дойдем до этого камня, я скажу, вот… Наши клиенты покупают у нас ферму, изучают, естественно, бизнес-модели и не покупают убыточные. Раз мы продали семь ферм, то, значит, клиенты прибыли. Мы, как технологическая компания, у меня там 100 инженеров, программистов и агронов, 97 сейчас. Мы станем прибыльными, когда поставим еще ферм 20, может быть, 30. То есть, у нас есть цифра, там, 50 тысяч квадратных метров под управлением, после которых мы, как технологическая компания, выходим в плюс. За счет SaaS платежи. То есть, у вас есть SaaS, у вас есть разработка, а кроме всего прочего управляющая компания, для тех, кто вложил деньги, но сам ничего делать не хочет, не умеет, и вообще. Тут такое есть, но в основном клиенту очень многие клиенты не хотят. Наши управляющие компании не сами умеют управлять, и они сами все делают. Ты говорил вначале, что ты собираешься накормить космонавтов. Это как бы совсем была шутка-шутка или все-таки есть? Приходил Роскосмос, мы очень хотели сделать этот проект. Очень хотели. Ну, надо думать, это прям очень круто. А вот этот фильм про Марс, они хотели сделать бесплатно. А, бесплатно? Они говорят, сделайте, и потом, возможно, мы вам заплатим, но не своими, а китайскими деньгами. Китайскими? Да, китайцы финансируют. Китайцы выгребают все... Все, что могут. Все, что можно из Роскосмоса. И для этого дают много денег, вывозят прямо черновики, архивы какие. Это очень печально. Ой-ой-ой, аккуратнее, сейчас придут за... Я не хочу это скрывать. Это большая боль для всех, кто имеет отношение к советской космонавтике, кто болел, как я, космосом в детстве. И мы хотели в этом поучаствовать, но когда мы обнаружили, что то, что мы делаем, это просто решение задач получения гранта от китайцев, мы сказали, что нет, мы не будем. По твоим ощущениям, насколько твоего интереса еще хватит к вертикальной ферме? Это... Мы начали с этого, да, что я продал все, что у меня есть, все доли во всех стартапах. Недвижимость. Продал дом, да. И я хочу очень много лет, не знаю, 7-10, посвятить именно теме вертикальных ферм и их автоматизации. Почему? Единорог? Во-первых, единорог. Уже сейчас понятно. Серьезно? Ну, то есть у нас не подтверждена оценка, но все спокойно разговаривают о том, как мы станем единорогом. И уже появилась одна компания, пять дней назад она вышла на биржу, и у нее единорог. Апфигурс. Апфигурс. Мы не знаем. Я сейчас по памяти не скажу. Американская компания? Американская. Они как раз на томатах специализируются. Ага. Это автоматизация выращивания томатов. То есть на этом рынке есть единороги, мы хорошо развиваемся, мы там впереди очень многих, кто получил больше, чем мы, инвестиции, поэтому, конечно, это станет единорогом. А еще для меня это интересно, потому что до этого у меня были какие-то виртуальные вещи, про которых сложно было рассказать маме. Ну, это такой, это как Эйнштейн говорил про восьмилетнего ребенка, вот у меня также я прихожу и говорю, мама, я занимаюсь вот этим. Она говорит, какие игрушки, зачем это надо, как это в жизни пригодится. Ну, и тоже про наркоторговлю вот это. А сейчас очень легко, приносишь там ведерко клубники, мама говорит, какая вкусная клубника. Да, да, да. А что как гидропоника? Она не заинтересовалась наркоторговлей теперь еще поплотнее? Вертикальная ферма. Нет, у меня вертикальным образом, да. Все смотрели фильм «Джентльмены», я понял. Я понимаю, не только «Джентльмены», но кроме всего прочего в Америке это большой бизнес. Почему вы не разветвляетесь? Это не большая беда. Это такая ошибка всех, кто думает про гидропонику, про вертикальную ферму. Все думают, что надо выращивать много манихуаны, потому что она где-то легализована. Так вот, там, где она легализована, не выросло потребление. То есть те, кто курил раньше, они же курят, новые не вовлекаются. Но раньше же они что-то курили. Просто это декриминализируется. В общем, не ваш рынок. Это маленький рынок. Я бы даже так сказал, накормить людей гораздо более выгодно, чем накурить. Да, да, да. Где ты сейчас живешь? Можно ли управлять бизнесом из Новосибирска? Или все-таки, если ты строишь что-то новое, надо переезжать в Москву или в Париж, например? Я... Это сложный вопрос, потому что у меня два дома, но последнее время я научился отвечать на этот вопрос, где у меня лежит загранпаспорт. Видимо, там я и живу. Вот он лежит у меня в Москве. Так что живу я в Москве, но провожу, наверное, третье время в Новосибирске. У нас сейчас офисы в шести городах. Поэтому, конечно, я вот так вот перемещаюсь. Плюс у нас клиенты... Я через неделю учу в Швейцарии. У нас там клиент большую ферму строит. И поэтому управляю я все равно так или иначе с ноутбука, с Zoom, с Slack. Когда ты строишь единорога, я так понимаю, ты строишь единорога, твой российский загранпаспорт, он является уязвимостью для компании. Это как-то серьезно мешает на мировом рынке? Все в мире уважают российских инженеров. То есть есть разные отношения к России как к государству, к российским политикам, еще что-то. Но все знают, что русские инженеры самые крутые в мире. То есть это вообще ни у кого не вызывает вопросов. И все знают про русских программистов, русских математиков, русских шахматистов, про русское железо, в конце концов. Калашников самый крутой автомат в мире, он не убиваемый никогда. И поэтому у нас не вызывает проблем то, что мы русский инженер. То, что мы продаем что-то из России, вызывает какие-то вопросы. Поэтому, конечно, у нас есть европейский офис, европейские сотрудники. А где, кстати, европейские? Один в Голландии, один в Финляндии. Вот это интересный момент, потому что я сталкивался с людьми, которые жалуются, что у нас не получается, потому что к нам относятся предвзято негативно, потому что мы из России. И вот тут человек, который рассказывает, что наоборот, к ним относятся позитивно, потому что репутация российских инженеров и программистов, она высока. Может быть, дело в том, что он работает пока на европейских рынках, а в Америке отношение к русским как к более стремным персонажам все-таки присутствует? Я думаю, что не прав в данном случае. И это зависит от того, как человек все воспринимает. Потому что Велтери, который придумал и в котором был инвестором, вся эта компания сейчас в Америке. И более того, у меня такое количество там русскоязычных и просто экс-россиян, что трудно себе представить, что к ним плохо относятся. К ним, может быть, не очень хорошо относятся, когда они деньги просто. Вот. То есть мы позиционируемся как сейчас финский стартап, но R&D весь в Новосибирске и часть Москвы. Но я смотрю, все твои стартапы, они ну так прям вызывающие, не имеют отношения к долине. Это, опять же, это какая-то часть внутреннего концепта не быть там, где принято быть, когда ты запускаешь стартап, который хочет стать единорогом. В общем, ну подождите. Если говорить про мой подход, то он такой. Я нахожу то, что можно недорого и качественно сделать в России, продаю это по всему миру. И как раз в долине этого сделать невозможно. В долине нельзя сделать дешево. Там можно посадить продажника, и он будет стоить столько же, сколько сто программистов. А там сидит продажник. Вот iFarm переедет через год-два, то есть у нас есть планы на американский рынок, а Veltary – это долиновский стартап. Но это уже теперь мои кофаундеры, люди, которые сделали собственно Veltary, я только там инвестор, у них планы именно в долину. Я хотел бы все-таки к iFarm, потому что я вижу в этом какую-то фантастику. Когда мы начинали разговаривать, было про Успенского что-то. Мне кажется, что любой человек из IT-отрасли, он кроме всего прочего, что хотел очень играться в детстве, он очень много фантастики читал. Вот мне кажется. Вот мы можем потом спросить, кого именно и что именно. Ну, в основном про космос у нас. Конечно, Советский Союз, но все-таки я вдруг увидел в этом какую-то совершенно фантастическую историю. Потому что вертикальная ферма – это не просто как поближе к себе помидоры вырастить, а это как помидоры вырастить очень быстро, например. Или какие-нибудь сладкие. Или какие-нибудь кубические. Еще что-то. Я в каком-то из интервью слышал про базилик. А мы научились там, типа, мы его на пятый день подмораживаем, он становится вот таким каким-то. Еще что-то. То есть, вы уже какой-то вот этот мутагенный фактор в бизнес воткнули. Вы мучаете растения, чтобы они были вкуснее и быстрее росли. Дешевле, да. Дешевле. Мучаем не мы. То есть, надо понимать, что мы стоим на плечах гигантской индустрии агротехнологий, которая делается людьми. Ну, то есть, сейчас просто это делают живые люди. Живые агрономы, агрохимики, специалисты по защите растений, еще что-то. Там много профессий. Это очень крутые люди, которые много лет изучают, как это работает. Мы берем какие-то методологии оттуда и автоматизируем их. То есть, мы своего пока в агрономию ничего не принесли. Мы принесли много в автоматизации. Мы надеемся, что наша нейронка, которая уже сейчас там сама учится выращивать, она однажды принесет какую-то неожиданную штуку, которую люди не придумали. Ну, вот, например, она будет светить другим цветом, и базилик станет там более сладким. Или томат станет квадратным, как ты говоришь. Но пока, в основном, мы используем наработки, которые сделаны людьми. Просто мы их автоматизируем. Экспериментов с виноградом. Очень волнующая меня тема. Я весь айфарм создан вокруг идеи сделать свою кинзмарауль. Я даже не буду сказать. Кинзмарауль. Кончкару и кинзмарауль. Дело в том, что кончкара – это конкретный регион в районе Грузии, где растет сорт… Теруар. Ну, это же ужасно, да? А почему он белый мис? Белый мис. Где растет конкретный сорт винограда, если вы эту лозу вывезете в другую долинку, другой вкус, и все, кончкара не получится. То есть, грузинские вины – крепленые, грузинские, вот такие густые, сладенькие. Они не крепленые. Ну, и насколько мы близки к этому счастью? Там есть особенности, связанные как раз с климатом, с тем, что это горная долина, там короткий световой день, глиняные почвы особые, дожди там приходят, с моря там как-то выливаются. Эту штуку нельзя повторить в другой долинке. Вы получите другой вкус винограда. А в вертикальной ферме? Я надеюсь дойти от этого. Пока нет. Пока у нас не растет винограда, но однажды будет. Вообще удивительно, когда я допрашивал его про значение айфармы, мне казалось, что он сейчас выйдет на какой-нибудь известный мне фантастический роман, имя писателя возникнет, а он говорит – винись же. А я как чувствовал, ты знаешь, когда нормальные мужики занимаются сельским хозяйством, оно все очень быстро кончается. Или с самогоном, в лучшем случае, или в нашем случае кинзмарауле, которое мы пока с тобой не очень одобряем. Да, я не очень одобряю, но одобряю, что вино, а не вот как у этих вот за океаном. Где это можно? Да. А что растет? Очень много видов зелени. Там около 80. Салат. Салаты, пряные травы, розмарины и так далее. Клубника. Клубника растет. Клубника растет. И клубника – самая вкусная в мире. Если вы хотите самую вкусную клубнику, то это наша. Так. А что на ней? Клеймо какое-то. Ты без корзинки сегодня пришел сюда. Я теперь… Вика сейчас растет только в Новосибирске, но мы в Москве построим обязательно летом ферму. Так. Овощи, огурцы, томаты, перцы. Уже есть. Да, редис. И мы подбираемся к картофелю. Ну, это меня меньше интересует. А вот помидоры… Очень интересует испанцев, потому что у них есть вот это блюдо с baby potatoes. Ну, то есть, маленький молодой картофель, и его зимой-то как? Что? Это можно выращивать на аэропонике. На взводе… А есть какая-нибудь фантастика про ваш iFarm? Ну, вот я себе представляю… Наш фильм, помнишь? Он там выращивал картошку. Ну, из какашек, да. Я понимаю. Ну, это такое. Мне не нравится эта фантастика. Я хочу там, знаешь, политическая. Вода, политический ресурс. Мы не дадим вам воды. Мы не дадим вам еще чего-нибудь. Но это же оттуда все. Это… Давайте еще раз поговорим о том, что такое гидропоника. Да, все плохо-плохо. На самом деле, это способ сильно улучшать экологию планеты. Сейчас для того, чтобы вырастить тонну пшеницы, тратится, по-моему, 30 тонн воды. И пресная вода на Земле заканчивается. Во-первых, заканчивается место, где можно выпасать скот или выращивать сельхозку. Во-вторых, заканчивается пресная вода. Заканчиваются места, где нет пестицидов и гербицидов. Ну, то есть, мы рушим экологию, чтобы кормить человечество. Ну, и скоро население вырастет, а планеты-то нет. Поэтому мы занимаемся тем, что мы экономим воду. Вертикальные фермы используют в 50 раз меньше воды, чем в выращивании на полях. Вообще не используем пестициды. У нас нет углеводного следа. У нас нет газомодифицированных средств для хранения еды. Когда вы едите нашу еду, не может быть аллергии, потому что нет пестицидов. То есть, это полезная история про то, как в будущем меньше вредить и человеку, и планете. Опять же, можно меньше людей, значит, потому что люди вам меньше нужны. А, еще мне очень понравилось, у вас же какие-то управляемые ультразвуком шмели есть. Вот это просто плохая фантастика. Плохая фантастика. Зачем вам управлять ультразвуком шмелями? Ну, клубнику надо опылять. Надо с одного цветочка на другой переносить пыльцу. Это можно кисточкой делать. И когда у нас там 300 кустов в лаборатории, это делает кисточкой лаборант. А когда у вас там 5000 кустов, 10 тысяч кустов, тогда выпускают живых шмелей, ничего в этом плохого нет. Причем здесь ультразвук? Или вы им оживляете что-то? Их немножко колбасит, когда лампы излучают. И вообще они не любят жить, наверное, в лампе. Они не понимают, где солнце. Поэтому там есть разные способы, как им помогать. То есть, сейчас пишут о том, что куры и свиньи в нечеловеческих условиях, а в вашем случае вы пытаете, мучаете шмелей или кого? Шершней? Слушайте, я не могу у них спросить, счастливые они или нет. Так и с курой тоже почти никто не разговаривает. Дело в том, что когда мучают куру, ее потом едят. Это у вас снижается резистентность к антибиотикам. И это плохо. А шмелей-то никто не ест. Скажи, пожалуйста, много разговоров о том, что является следующей большой вещью. Кто-то говорит, что облака, кто-то искусственный интеллект, кто-то биотех. Вот этот фудтех, назвал бы ты той самой следующей большой вещью, где будут колаться миллиарды? Я считаю, что следующая большая вещь – это машинное обучение и нейронки. Ну, искусственный интеллект, да? И его применение во всех областях знаний. В фудтехе он сейчас растет именно за счет этого. То есть, если убрать IT-технологии, то фудтех не сильно продвинулся за 10 лет. Но именно IT позволяет двигаться вперед. А ты серьезно употребляешь слово «интеллект» или просто потому, что все говорят? Ну, это термин. То есть, он сам не будет, это не будет как в «Терминаторе», он не объявит нам войну. Это просто решение сложных численных задач. У нас обычно последняя серия вопросов, короткая, посвящена таким предметам личного потребления. Кто что себе позволил, кто что себе купил, кто чем себя порадовал. У меня вообще такое впечатление, что ты себе позволил iFarm в качестве подарка на заработанные большие деньги. Смотрите, iFarm будет очень много привлекать инвестиций, его финансирует венчурный капитал. У меня столько денег нету, сколько нужно. Но я себе позволяю заниматься своим любимым хобби. Камчатка через три недели, вертолет, очень дорого. И очень круто, ну там, серфинг там. Несмотря на закрытие границ, я отлично посерфил. Дом на Шри-Ланке или на Бали? Я считаю, что арендовать выгоднее. Не владею, но арендую. Я-то вообще, конечно, считаю, что еда едой, а здоровье... То есть можно найти себе, может быть, горизонтальную ферму. А вот какое-то умение управлять своим телом или понимание, как оно работает, мне кажется, что это гораздо больше рынок. И поэтому я-то в вашей вертикальной клубнике еще не едал. А вот всех этих велтерей еще всякой дребедени, простите, у меня очень-очень много. Я надеюсь, что я после эфира с вами поговорю. Потому что есть ощущение, что это для меня вот новая такая игрушка прямо. Вот такой большой томагочи, который довольно много денег потребляет. И, по-моему, похож скорее на плацебо. Я смотрю, что наш герой тоже оттуда выскочил и побежал... Я побежал туда же, на самом деле. Давайте поймем, как будет выглядеть про будущее, про фантастику. Как будет выглядеть человечество лет через 20-30. Вокруг нас будет какое-то количество датчиков, которые непрерывно снимают, как мы себя чувствуем, что мы едим, сколько мы занимаемся спортом, какая наша медицинская история, наши родители, генофон. И, исходя из этого, дает нам советы, что есть, как заниматься спортом, как оно должно быть выращено. И, исходя из некой вашей персональной медицинской карты, должна и еда быть соответствующая. Еда должна быть и безвредная, и лечащая, я бы так сказал. То есть, наш шаг в будущее – это оцифровка всего, что происходит вокруг... Quantify yourself. Quantify yourself – это и еда, и здоровье, и образ жизни, сон там. И мы собрали некий небольшой клуб стартапов в этой области, который скоро начнет интегрироваться. Пересекаться. Конечно, это не будет массовой историей, но мы попробуем завизуализировать хотя бы, как будет выглядеть будущее, когда все вокруг оцифровано. Начнем ли мы лучше и, главное, дольше жить, когда все вокруг будет оцифровано, мы обсудим с нашим сегодняшним гостем Александром Лосковским в нашем следующем интервью лет через 50. Я думаю, мы соберемся в том же составе, такие же молодые, красивые, но уже, возможно, оцифрованные, и поговорим на эту тему. Это был Денис Самсонов, Павел Кушелев и наш сегодняшний гость Александр Лосковский, человек, который накормит человечество в ближайшие 30 лет. И канал 1С Битрикс для бизнеса. Друзья, ставьте где-то лайки, подписывайтесь, не забывайте приходить на наше новое шоу. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok